Павел Шипилин. Как Украина заставила оправдываться Белый дом? Статья в телеграм-канале за 8 июня 2021 года. Вчера вечером состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом, которого так долго ждали на Украине. А Байден все не звонил. А в офисе украинского президента уже установили дежурство у телефона, чтоб не дай бог не пропустить. В общем, позвонил старик. Хотя явно не хотел, учитывая прежний опыт общения с украинскими президентами. Поэтому тщательно подбирал слова и выражения, чтобы, когда запись в очередной раз сольют, не к чему было бы придраться. Знаем, плавали. Но не помогло. Они там на Западе уже довольно хорошо изучили Украину, но еще не до конца. В отличие от нас, имеющих многовековой опыт, можем поделиться. Главное не верить ни одному слову. Все записывать на магнитофон, а потом проверять. Иначе никак. А вашингтонские стратегические партнеры, ныньки, пока еще не знают всех нюансов. Поэтому слегка прифигели от интерпретации, которую выдалось из президента Украины. Вот что разузнали пронерливые журналисты из американского издания «Аксиос». Оказывается, Киев в понедельник неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности СНБ Белого дома. Согласно версии Киева, глава Вашингтонской администрации подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО. Однако Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Украина превратно восприняла заявление и внесла правку, сообщили в СНБ. В скорректированном в понедельник же вечером сообщении украинского правительства говорится, что о важности предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе говорил не Байден, а Зеленский. Видимо, когда Зеленский об этом сказал, Байден вежливо промолчал, что в российской глубинке Киеве было истолковано как знак согласия. Кроме того, на Украине по простоте душевной решили, что их пресс-релизы никто, кроме внутренней аудитории, требующей перемог, не читает. Чаще всего так и есть, но не по глобальным вопросам, к которым Нэнька бывает иногда причастна. Например, в тех редких случаях, когда ее президентам удается перемолвиться парой слов с американскими президентами по телефону или около туалета. Не зря Байден уворачивался от разговора с Зеленским. Ох, не зря. Худшие ожидания оправдались. Поотставили старика по полной программе. Наверняка ведь начались звонки в белый из европейских посольств. «Вы там что? Нэньки над пообещали. Совсем с ума посходили». Пришлось оправдываться, в Киев звонить и требовать переписать пресс-релиз. Перемога традиционно превратилась в зараду. Причем на этот раз очень быстро. Часа полтора пили за здоровье Байдена и победу над москалями. Не больше. Павел Шипилин. Как Украина заставила оправдываться Белый дом?